А украинские дизайнеры покоряют Париж. Свои проекты и работы они впервые представили на главной сцене Парижской недели дизайна. В чем приехали, видела Елена Абрамович. Этот павильон – главная локация Парижской недели дизайна. Свои идеи представляют молодые авторы. Среди них тут впервые украинцы. С собой привезли кресло-сферу, стульчик тысячи дырочек, а еще лампу-вулкан. Это единственный вулкан, который безопасен для того, чтобы повесить его дома. Некоторые проекты уже получили известность на других мировых выставках и конкурсах. Это плиточка, с которой мы победили на Редот в международном конкурсе. Среди многих стран мы заняли первое место с номинацией The Best of the Best. Ее можно использовать, как видите, как вешалку. Можно использовать как маленькие полочки. Ну, или как просто декоративную плитку. Украинский уголок в парижском павильоне «Ледок» 16 квадратных метров. Позаботились и о тех, кто заинтересуется увидеть больше. Отдельный шоу-рум организовали в украинском культурном центре в Париже. Кроме элементов декора, тут есть абсолютные арт-объекты, как вот это вот сердце, сделанное из отходов обувных фабрик. Соавтор сердца Валерий Кузнецов привез на выставку и более практичные вещи – столики, картины. Для него это не первое мероприятие за рубежом. Убеждает – украинцам есть чем гордиться. Если раньше это была исключительно такая вот кустарная и хендмейдовская деятельность, а сейчас все хотят делать, все хотят продвигать, все хотят создавать и продавать украинский дизайн. Сегодня это тренд. Согласна с ним и украинская писательница Ирена Карпа, которая руководит культурным центром. Абсолютно в тренде и в тот же час отрозняются в качественный хороший бік и очень сильно изменяются. С каждым разом все качественнее, все сильнее работы. А еще, говорит Ирена Карпа, все чаще она слышит вопрос «Ого, кто это сделал?» и очень приятно отвечать – украинские дизайнеры. Из Парижа Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Абрамович, Вадим Сверидонов.